Привет, ребятки! Пока я растягиваю удовольствие, собирая очередного гандама, ролики почему-то у меня не выходят. Ещё бы! Но! Шоу должно продолжаться! Шоу must go on! И... самолётик! Вот такая вот маленькая, быстренькая, для сборки моделечка. Посмотрим, что внутри. Итак, а внутри у нас должно быть 32 детальки, наждачная бумага, инструкция и клей ПВА для детей от 5 лет. Посмотрим, так это или не так. Оп! Наждачная бумага, клей ПВА, которого не хватало в прошлой деревянной сборной модели, инструкция, двухсторонняя и лист с деревянными детальками. Почему опять дерево? У меня же был достаточно неприятный опыт с деревянной моделью. Но я подумал, не могут же все производители делать одинаково плохо. Должен же, хоть один производитель должен делать хорошие сборные модели из дерева. И в этот раз у нас Лемма Тойс. Надеюсь, этот производитель не подведет. И модель действительно окажется хорошая. Ну, по крайней мере, этот производитель положил на старте клей ПВА, что не может не радовать. Опять же, отличие от прошлой модельки. Мы видим, что здесь лазером хорошо так выжигали. Видно вот эти края. Видно, что краешки обработаны. Но все равно остаются маленькие заусенцы. Но у нас есть наждачная бумага. Здесь, по крайней мере, действительно нужно только доработать слегка, а не как прошлый набор выпиливать. Ну, посмотрим, так ли это или нет. Итак, погнали. Для начала нам нужно основание нашего самолетика. Вот такое вот. Затем вот такую вот серединочку. Производитель для лучшей сцепляемости рекомендует подшкуривать детальки, которые будут склеиваться с двух сторон. Можно это делать, можно не делать. А вот заусенцы, заусенцы можно обработать. Итак, первым этапом мы делаем вот так вот. Раз. В принципе, здесь все и так хорошо держится. Даже без клея. Но производитель положил клей. Сказал, нужно клеить. Подклеим. Итак, клея намазюкали. Теперь нам нужна вот такая вот деталька. Дальше нам нужна будет вот такая вот деталька. И крепим вот сюда. И для последнего слоя нам нужна вот такая вот деталька. Наш самолетик начинает уже приобретать какой-то объем. И нам нужно сделать то же самое с другой стороны. После того, как мы все это проделали, последним этапом на первой страничке нам нужно вот такие вот гребешки приклеить. Вот такой вот большой гребешок. А по краям приклеим вот такие вот гребешки с логотипом компании-производителя. И ставим гребешки. А кому не нравится халявная реклама на самолете, может потом ее закрасить. Опять же, по совету производителя. Переходим ко второму этапу нашей сборки. Нам нужно вот такие вот опоры для крыльев посадить. Но главное не перепутать. Тут две похожие детальки, но они разные. Одна с перфорациями, другая без. У одной есть вот такая вот штучка, у другой нет. Так что главное не перепутать. Ту, которая с перфорацией, крепим ближе к носу. Ту, что без перфорации, ближе к хвосту самолета. Детали даже без клея садятся достаточно плотно и хорошо держатся. Дальше нам нужны вот такие вот детальки. И главное обращать внимание, чтобы вот этот вот выжженный рисунок был с внешней стороны. И не перепутать. Крепим мы вот сюда. И аналогично с другой стороны. И теперь нам нужна вот такая вот деталь, которая будет крепиться вот сюда. Переходим к третьему этапу. И чтобы наш самолет летал, а не падал, нужно ему сделать крылья. Берем вот такие вот детальки и крепим вот сюда, не забыв как обычно промазать клеем. И вот эту детальку крепим вот сюда. Крыла, конечно же, должно быть два. Вот такой вот самолетик получается. И чтобы он куда-то приземлялся, подставочки. Мне кажется, если это самолет, логичнее было бы увидеть его с колесами. Но производитель сделал вот такие вот подставки. Благодаря таким подставочкам, мне кажется, самолеты садятся на воду. И нужно прицепить ракеты. Самолет-то у нас оказывается боевой. И теперь, пожалуй, единственный элемент, который не будем клеить. Это винты. Оп. Вот такие вот винты. Четвертым этапом добавим немножко детализации. Вот такие вот маленькие штучки. Приклеиваем вот сюда. А к этим маленьким штучкам сверху мы приклеим вот такую вот. Чтобы наш крутой самолет выглядел еще круче. Вот такой вот у нас получился самолет Сапсан от фирмы Лемма. Ну что ж, что я могу сказать про эту модель? Офигенная. Вообще, вот честно, офигенная. Просто крутецкая. Мне она понравилась. Во-первых, она достаточно красиво смотрится. Очень интересно, хорошо. Много таких вот сложных элементов. Ну, выглядит. Во-вторых, вот так вот, я считаю, должна собираться, должна поставляться модель, которая рассчитана на детей. То есть, ты покупаешь упаковочку с моделью для детей 5+. И все. В наборе сразу, в этой упаковке. Модель. Единственный инструмент, который понадобится. В этот раз к каким-то дополнительным инструментам я вообще не прибегал. Мне хватило вот этого кусочка наждачной бумаги, который, конечно, после всего выглядит неприглядно. Но мне его хватило, чтобы обработать все вот эти вот моменты, где детали крепились на литнике. И, конечно же, клей, которого у меня ушло всего лишь половина. Половина от того, что производитель положил. Все, что было в комплекте, это все, что я использовал. И вот она, готовая модель, которая выглядит здорово. Плюс еще, который отмечает производитель, и который очень понравился мне. Это крутящиеся пропеллеры, которые как-то оживляют немножко модель, позволяя ее не только использовать как выставочную, точнее, как поставить на полку и все, а еще и как игровую. То есть, с ней можно играть, крутить пропеллеры. Но это будет интересно детям. Но, конечно же, чтобы детям играть, нужно все вот эти элементы, все эти края, где крепились детали, как следует обработать наждачной бумагой, чтобы не посадить занозы. Но я вот как следует обработал. Все хорошо, все прекрасно, нигде ничего не цепляется, в пальцы не втыкается, все супер. Ну и, конечно же, собирать. Собирать это самое главное, что я люблю. Собирать мне понравилось, собирается интересно, собирается быстро. Минут 30-40, наверное, у меня ушло на это все. Так что никаких проблем не должно возникнуть. Единственный, пожалуй, минус, который я бы хотел отметить, можно было бы на литничке пронумеровать детали. То есть, допустим, деталь номер 1, деталь номер 2, детали номер 3, детали номер 6 и 7, чтобы понятнее было собирать. Допустим, деталь номер 9 левая, деталь номер 9 правая. Конечно, если посидеть и попригидывать, все становится понятно. Но модель рассчитана и для детей 5+. А дети, они бывают такие непоседливые, такие торопливые. Особенно, если будут клеить эту модель. Взяли, вроде бы, ага, вроде похожа деталька. Клеем намазюкали, прицепили, а потом, оба-на, а деталька-то не та, отрывать как-то придется. Особенно, если клей уже подсох. То есть, все-таки, вот, единственный минус, он незначительный, абсолютно незначительный, но можно было бы в инструкцию сделать, ну, более такую дружелюбную. Просто пронумеровав детальки. Ну и, конечно же, мне понравилась забота производителя о покупателе, в которой указано, что ты можешь в случае нехватки каких-то деталей, каких-то элементов, обратиться и тебе бесплатно за счет фирмы вышлют. Я, конечно, думаю, что это каждый производитель должен так делать, но они указали. Мелочь, а приятно. Ну и момент, который указал производитель. Вы можете раскрасить эту модель, сделать ее какую-то яркую. Действительно, вот, детишкам будет интересно сделать это, чтобы интересно с ней играть было. Но мне, конечно, нравится вот такой вот вид дерева. Как раз ты вот смотришь. Я играть с ней не буду, она у меня будет на полочке где-нибудь вот так вот стоять. Я буду ей любоваться. Мне, в принципе, достаточно вот этих вот элементов. Узорчик вот этот, который от производителя. В общем, вот такая должна быть сборная модель. Лемма показали, как нужно делать. Мне она, мне эта фирма очень понравилась. Причем сложность сборки всего лишь два из пяти. Теперь, конечно же, я захотел от этой фирмы приобрести какую-нибудь модель на пять звездочек, чтобы было интересно собирать и показать вам. Ну что, дорогой друг, понравилась моделька? Поставь лайк. Хочешь побольше таких моделек? Напиши в комментариях. Или каких-то посложнее. Может быть, ты знаешь фирмы, которые так же хорошо выпускают модельки, кроме Лемма. Напиши. Я обязательно сниму обзорчик на них. А я с вами не прощаюсь. Я говорю, увидимся в следующих роликах. И... от винта полетели! У-у-у... Продолжение следует...